Вот на вот этом чертолете мы летим, короче, убитым, ебать, на нем опасно, лететь нафиг. Пиздец, самолет, беги, нахуй, взлетели, короче, салам, алеку, бля, заебись, а беги, нахуй, никто, нахуй, все живые, жопа, короче, пиздец, вилт туснул, ебану. Да, я уже вижу, как ты лезешь в комментарии, пытаешься написать там что-то вроде «Оно живое» или «Ого, а я думал, ты умер». Нет, к счастью, я не умер и даже снял новый видос. И самое главное, вот знаете, несмотря на то, что я, мягко говоря, не очень люблю манеру некоторых блогеров выставлять в первые 2 часа после патча видео про новую технику, добавляя туда еще кадры с деф-сервера, делая все это дело максимально актуальным, ценным и невероятно качественным. Потом, правда, через 8 часов выходит фикс и помножает все это дело на ноль. Ммм, да, я просто-напросто сейчас делаю вид, что все было изначально задумано таким образом. Блядь, ебаная тварь, кака же ты сука, а... А теперь, всем привет! Как вы уже многие догадались, речь сегодня пойдет про всю линейку старфайтеров, которую нам добавили в этом патче. Если кто не знает, их всего 7 штук. И здесь, знаете, натурально каждой твари по паре, ведь 2 самолета ветки развития США, 2 ветки Китая и по одному ветки Италии, Германии и Японии. Да, сегодня мы с вами будем обсуждать все модификации, ведь такая вещь, как солянка в War Thunder сейчас на топ-бэйрах авиации, Вещь достаточно вездесущая и постоянная, следовательно и противники у вас тоже будут одни и те же. Что ж, давайте теперь разобьем и без того аварийные самолеты на несколько групп, и я подготовил для вас специально небольшие таблицы. Первая таблица выглядит вот так. В первом столбце у нас все самолеты, которые располагаются на боевом рейтинге 9,7. Да, с одной стороны кажется, что 9,7, ну и чего тут такого, вас все равно будет забрасывать к топам. А вот не тут-то было, работает оно все с точностью да наоборот. Вот, большую часть времени, ну я не знаю, у меня по крайней мере было так, у людей, которых я спрашивал, будете играть вверху списка. Просто играйте против сейбров А5, Мигов, 15-17 и все в таком духе. Все крайне сбалансировано, честно и самое главное абсурдно. А вот с другой стороны, эта игра называлась бы уже не War Thunder, если бы в ней подобные ситуации не происходили. Во втором столбце у нас располагаются все остальные модификации с БРа 10-0. Их вот как раз таки уже закидывает на свой БР и выше, и самолеты с более низким боевым рейтингом попадают к вам в бой гораздо реже, чем допустим с модификациями А и С. Но давайте все-таки остановимся сперва на первом столбце, чтобы без остановки не нагромождать на вас кучу информации в виде таблиц, и дабы потом в них было очень сложно разобраться. Поэтому приступим. Мощность двигателя у модификации А составляет 6060, при этом максималка 2142 км в час. У модификации С мощность уже 6360 и максималка 2142, что незначительно отличается от предыдущей модели. Для меня это было немного странно. Но я вам скажу так, тут нужно смотреть больше на динамику. То есть да, чем мощнее двигатель, тем выше будет ваша динамика, лучше разгон и все в таком духе. Но, если так посмотреть, то та мощность, которая добавляется у модификации С, у всех остальных, кстати, модификаций с 10.0, кроме итальянской, она уже даже избыточна на вот этих боевых рейтингах. Так как у Земли вы все равно будете летать со скоростью почти 1500 км в час. Вспомните, сколько летает МиГ-15 или МиГ-17, да даже топовый Сейбр, не F-100, а именно который F-86. Ну, явно гораздо медленнее, чем Starfighter. При этом Климп, после взлета вы сразу отрываетесь от вашей команды, набираете спокойно тысяч 7 или даже 8, заходите на 6 вражеской команде и начинайте, если вам повезет, спивать их. То есть, думаю, продолжать не стоит. Вы и так понимаете, что этот самолет в плане разгона, скорости и Климпа самая настоящая имба. А вот что касаемо управляемости Starfighter, то здесь не все так однозначно. Особенно в War Thunder. Да, он успел уже обрасти кучу мемасов, в том числе и про его управляемость до того момента, как он появился в игре. Но здесь, смотрите, я не могу сказать, что самолет не управляется вовсе. При этом я не могу сказать также в это же время, что на нем можно залезать куда-то в маневренный бой. Реальность выглядит следующим образом. Где-то на скорости 1000 или 1100 км в час вы будете в состоянии сделать один или даже пол витка в горизонте, чтобы просто развернуться снова на цель или набрать скорость. Только не нужно мне сейчас рассказывать и всем остальным в комментариях, как вы перекручиваете на нем драки, на МиГ-21 и все остальные самолеты. Вот эти половина процента игроков и половина процента ситуаций, происходящих с ними, нам абсолютно в данном контексте не интересны. Кстати, советую вам не стесняться прожимать F на этом самолете и выпускать закрылки в боевое положение. Правда, выпускаются не закрылки, а носки, отклоняемые носки у крыла, которые находятся в передней его части. И самое интересное, что сломать у вас их вряд ли получится, ведь они выдерживают скорость 1200-1300 км в час, может даже и выше, но у меня потребности выпускать на тех скоростях особо-то и не было. Не то, чтобы они будут добавлять прям очень сильно к маневренности, но, скажем так, на контрасте с моментом, когда они будут у вас собраны, самолет начнет управляться несколько увереннее. В основном это будет помогать, когда будете выстраивать заход на цель, или когда будете пытаться довернуть до цели, ну или во время того самого разворота, про который я говорил до всех вот этих вот высказываний. Так как на скорости где-то 1000 и выше км в час, при относительно резком, ну, по крайней мере для Starfighter маневре, оно может у вас просто-напросто отломиться. Да и прочность самолета в целом она оставляет желать лучшего, так как если его не выбивают с одного попадания, то ставят на такие криты, с которыми он если долетает до филда, то просто на него не может сесть. Зато на нас неплохо садятся вражеские ракеты, особенно если речь идет не про АИМ-9Б, который в принципе на нем тоже можно контрить, особенно если вы поймали момент пуска и сразу начали уворачиваться. Все остальное, оно вам просто-напросто не будет оставлять шансов, тут только надеяться на то, что ракета погонется и улетит в молоко, ну или попадет в другого противника, что бывает достаточно часто. В целом ранние Starfighter играются достаточно комфортно, а как оно может играться иначе, если вас элементарно никто не может догнать на этих боевых рейтингах? И мы можем спокойно, играя от скорости, быть недосягаемы для всех абсолютно игроков. Ну и единственное, что вам может доспеться, это пролетевшая в спину АИМ-9Б или Р3С, как правило. Но и то, это случается достаточно редко на этих боевых рейтингах. Если говорить про основное подвесное вооружение, то ситуация следующая. Основное у всех модификаций представлено вулканом, уже известным всем, и знаете, в принципе сейчас он даже неплох. Намного лучше, по крайней мере, чем было раньше, когда только-только ввели его в игру, по-моему, с Т2, и сомнение изменяет память. Тогда он стрелял то ли горохом, то ли носками, то ли просто бумагой, что в принципе-то одно и то же в рамках Тундры. Но, как бы сейчас, да, попадание ты иногда будешь ловить, но в целом он хотя бы теперь сажает на крыты. С подвесным ситуация несколько сложнее. Вы сейчас видите на своем экране таблицу, и, скажем так, все, что касается тех модификаций, которые мы сейчас с вами обсуждаем, у них ничего выдающегося там нет. Модификация А имеет лишь ракеты АИМ-9Б, а вот у модификации Б бомбы, немного гидр, и также АИМ-9Б. Больше ничего нести она не может, к сожалению. Также на фоне всех этих рассказов про его неплохую боевую эффективность на БР-8,7 и 9,3, может возникнуть вопрос, вполне адекватный, а как он себя чувствует в стоке? Я решил провести небольшой эксперимент, скажем так, не спуститься с небес нашего блогерского Олимпа на землю. Ну чё, народ, погнали нахуй, ёбаный рот! Ёбаный рот этого казино! В целом все то же самое, ничем не отличается от топовой комплектации именно на этих БР-ах, разве что маневренность ваша хоть какая-то вообще пропадает полностью, и да, местами всё-таки вам не будет хватать динамики. А так, я бы не сказал, что всё очень плачевно. И честно говоря, на Starfighter играть-то в принципе уныло и депрессивно, а вот в стоке это умножаете, наверное, где-то на 2. Если вы так же, как и я, не умеете строить нормальные заходы и играть по рельсам, то, я думаю, прокачивать до топа вы его будете очень и очень долго, если вообще докачаете и не плюнете где-то на половине модулей. Что ж, давайте перейдём ко второй группе, куда относятся все остальные модификации с БР-ом 10.0. Как вы уже догадались, бои на этих самолётах будут очень сильно отличаться от предыдущих ранних модификаций. Да, теперь ваши противники это не песочница с МиГ-15 и Сейбром А5, а натурально ваши САБР-овцы, то есть Фантом, Мираж, МиГ-21 и так далее. Требования к самолёту тоже меняются, как и требования к его подвесному вооружению. Если так посмотреть, то можно заметить, что хуже всего ситуация обстоит у итальянского и немецкого Starfighter. Да, у немецкого есть хотя бы норды, и в принципе в теории вы можете делать минимум один фраг совместных, правда мне, честно говоря, неохота было лезть туда и проверять. Но АМ-9Б на БР-10.0 это такое себе. Хотя, да, это не первый самолёт с такой ситуацией, но всё же. Это не отменяет того факта, что с такими ракетами на таком БР делать-то особо нечего. Зато у китайского, точнее тайваньского и японского Starfighter дела обстоят более-менее нормально. Да, для совместных, допустим, японский вообще не пойдёт, потому что там только ракеты. А вот китайский самый универсальный и самый лучший в принципе в игре. Думаю, никто не удивлён из Starfighter. Во-первых, у вас самые лучшие АМ-ки, которые позволяют вам делать 3, а то и даже 4 фрага, а потом ещё и распиливать самолёты с автопушки. Во-вторых, у вас есть булпапы. Это также минимум 1 фраг в совместных боях. Правда, я, насколько знаю, их понерфили и, честно, врать не буду. Можно ли с них сделать этот 1 фраг или нет? Ну, наверное, да, всё-таки можно. Если долетите до танков, конечно же. Геймплей на этих самолётах отличается очень сильно от тех, которые мы с вами обсуждали ранее. Во-первых, да, самолёты, как будто банально они звучало, летают здесь гораздо быстрее. Хотя вы всё ещё сохраняете за собой призовые места по скорости у земли, по динамике и климбу. Во-вторых, у вас всё ещё не самая лучшая манёвренность. И в-третьих, это ракеты воздух-воздух, которые вам просто-напросто будет нечем контрить. В целом, на Starfighter всё равно достаточно легко делать фраги, если правильно его использовать. Я не говорю, что он какой-то слишком слабый и он превозмогает. Да нет, наоборот, особенно если брать во внимание китайский. Тот, как по мне, самый лучший геймплей на нём наиболее вариативный и наиболее интересный. Все остальные, ну, честно говоря, унылые, скучные. И подойдёт явно лишь фанатам этого самолёта, ну или чего-то более-менее похожего по характеристикам. Ожидал ли я чего-то другого? Думаю, что нет. Примерно то же самое я и ожидал увидеть, правда, казалось местами, что будет ещё хуже, чем сейчас. Если говорить про то, стоит ли его прокачивать, то тут нужно смотреть на ветку, в которой он расположен. Потому что сам по себе самолёт, ну, честно говоря, лишь за исключением его легендарности, не является каким-то прям мастхевом. Но, если вы качаете ветку Италии или ветку Китая, то там другого нормального, адекватного сверхзвука просто-напросто нету. Так что выбор в любом случае делайте вы сами. А на этом у меня всё. Спасибо за просмотр и удачных вам боёв. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...